День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. День в день. Что было сделано уже новым правлением РНП за последний период? Ну, может быть, несколько слов о встрече. Как вы ее оцениваете? Какие вообще вопросы обсуждали? Естественно, те вопросы, которые касаются Рижан. Круг вопросов был очень широк. Потому что, по сути, если мы смотрим на Ригском парламенте, если мы смотрим на предприятия, то наши клиенты живут во всей Риге. И это все-таки более половины Риги живут в домах, которые обслуживает компания Ригском парламенте. Поэтому это были и вопросы, которые связаны с реновацией домов, как она происходит, какие перспективы и так далее. Потому что в данный момент очень такая тревожная ситуация по поводу подражания, во-первых, материалов. Слой материалов очень высокое подражание. И в данный момент те проекты, которые в процесс реализации или до реализации, они планировались год или два года назад. И в данный момент именно из очень стремительного подражания материалов мы опасаемся рисков, что будут проекты, где не будут поставлены услуги и предложения от строительных компаний именно по реновации. По поводу подражания материалов, это очень такой важный вопрос. Мы будем об этом далее уже встречаться и говорить с другими компаниями и искать решение этой проблемы, потому что процесс реновации занимает очень много времени. Это одна такая большая часть. Вторая часть – готовность, конечно, к отопительному сезону, потому что мы начинаем готовиться к отопительному сезону в тот момент, когда отопительный сезон закрывается. Так что все работы, которые должны произвестись в каждом доме, они, во-первых, рассматриваются и делаются в основном все-таки летом, чтобы не мешать отопительному сезону. Все, что связано с системой отопления. Также, конечно, и говорили по общей развитии предприятия, потому что предприятие все-таки меняется и рассматривается более, скажем так, тесный контакт с клиентами, более предоставить информацию уже без запросов, рассматриваются все те инструменты, которыми мы можем пользоваться. И уже сейчас, скажем, если смотрим по предприятию и по тому же вопросу по готовности к отопительному сезону, то мы планируем, что на начало отопительного сезона долги наших клиентов будут порядка миллиона меньше, чем год назад. И это связано с несколькими нюансами, которые были введены в работу Рикс-Напарова. На ИС один из них, то, что делают уже очень новые предприятия, это все-таки коммуникация более проактивная с нашими клиентами. Напоминание о наступлении оплаты времени, оплаты счета, это напоминание, если человек забыл, не оплатил сразу по наступлению срока и так далее, это одна часть. Но вторая часть у нас связана с более ранним выписыванием счетов. Если раньше наши счета поступали клиентам порядка, вроде надо было, пытались всегда на 15-е, но получалось и на 20-е, и даже позже, и когда был переход с одной системы на другую, с системы подсчетов бухгалтерских, то даже иногда запаздывали позже 20-е даты. И, конечно, если человек получает очень поздно, в конце месяца, счет бывало, что не могли оплатить. На данный момент последний счет был выставлен уже 12-го, первые клиенты получили уже 12-го, но это не конечный срок. Новое управление, в принципе, планирует, что счета будут уже поступать более ранней датой, чтобы клиентам было больше времени рассчитаться за услугу. Это вкратце. И, конечно, немаловажно, мы не только говорили насчет реновации, но и въезжали на месте, смотрели технические решения, какие применяется во время реновации один из объектов, которые мы посещали. Там дом Хрущевского периода. Пару лет назад там были, убрали балконы, потому что балконы были в очень плачевном состоянии. Их физически убрали со всего дома. И сейчас во время реновации там реализуется также проект по балконам. Балконы ставятся на отдельные конструкции и снаружи прикрепляются к дому. Так что в дальнейшем такой ситуации, что балкон может обвалиться и не будет. Вот вы фактически предварили мой вопрос. Мы понимаем, какое состояние в целом жилого фонда. В основном это дома советские, 40, 50, 60 лет, которые уже в эксплуатации. Был ли произведен или, может быть, частично, или вы планируете своего рода аудит состояния этого жилого фонда, чтобы, по крайней мере, понять, что в ближайшее время, какие инвестиции потребуются, с учетом того, что все-таки во многих домах есть накопление. Это, конечно, хорошо. Что позволяет какие-то вот эти реновации сделать? Каждый дом осматривается каждый год. И это очень индивидуально. Потому что дома даже одного от того же проекта, даже в одних и тех же районах, бывают очень разного, во-первых, качества постройки. Оно отличается, зависит также от того, кто строил конкретный дом. По конкретному проекту. Во-вторых, они отличаются, даже снаружи одинаковые дома, они могут отличаться по коммуникациям и так далее. Так что каждый дом, он обследуется каждый год. И на основе этих обследований и составляется план по ремонтным работам, который предоставляем каждую осень нашим клиентам. И это есть основа. Если говорим насчет сумм, то если реально и трезво смотреть на весь город, то, конечно, те работы, которые нужны, их больше, чем есть накопление, и чем люди могут сейчас в короткое время накопить. Потому что мы говорим насчет периода, когда весь переходный период, это 90-е и начало 2000-х и так далее, и, в принципе, уже конец 80-х, когда, в принципе, планово и средством, которые бы хватили на все дома, никакие работы в том ненужном объеме не производились. Так что, в принципе, это был такой период, который сильно повлиял на состояние домов, потому что средств не хватало на все дома. Тогда еще не было индивидуальных, скажем так, не было практика, что есть индивидуальное накопление для каждого дома и так далее. Так что, по сути, накопления есть, но их не хватает, чтобы закрыть эту брешу, во-первых, которая возникла в то время. И уже в советское время не всегда хватало, наверное, на все дома средства, чтобы идеально обслуживать. Поэтому в данный момент средств не хватает. То, что надо брать в виду, что, конечно, всегда дешевле сделать сразу все работы одним разом и потом, скажем так, не делать и не ждать и аварии, и не справляться с последствием аварии. Поэтому реновация – это один из оптимальных вариантов, как, во-первых, снизить расходы по отоплению, к сожалению, отопление дорожает, и второй пункт – все-таки перевести в порядок дом одним разом. Конечно, это связано с издержками, и реновация связана также с частичной оплатой. Можно привлечь европейские деньги, но все-таки это часть денег надо платить своим собственникам, и в тот момент надо брать и займ. Так что это уже надо рассматривать в долгосрочном порядке. Да, вот известно, что, в принципе, по крайней мере, Рига в том числе претендует на вот эти деньги из Европейского фонда стабилизации, его еще называют пандемийный фонд, и там одна из таких позиций – это все, что связано с зеленой экономикой, и в том числе с энергоэффективностью. Известно ли что-то, может быть, на какие-то деньги сможет претендовать и Рига снова Павел Никс? На личном порядке рассматривали все возможные варианты, но тут надо смотреть, которые деньги предназначены для государственных и служб и самоуправления. Эти деньги, скажем, недоступны для домов клиентов, но те деньги, которые связаны с энергоэффективностью, да, мы все время рассматриваем все эти проекты, оцениваем, и как только они будут доступны, будем предлагать нашим клиентам. Да, еще, наверное, такая тема очень важная – это вот обслуживание лифтов. Вчера, по-моему, был пресс-релиз как раз РНП, но с таким, ну, намеком, так, по крайней мере, это можно было понять, что вполне возможно, что придется РНП самим создавать подразделение, которое будет обслуживать лифты. Значит ли это, что частный бизнес не справляется, или что-то здесь в законодательстве нужно менять вообще? Как сложилась такая ситуация, поскольку вроде бы на свободном рынке должны быть компании, они были, я знаю, там минимум 3-4, которые вроде бы, их бизнес был связан с установкой и обслуживанием лифтов? В принципе, они и есть в этом рынке, но то, что мы видим, и даже если брать в виду то, что происходило в прошлом году, то в данный момент нам не удается эффективно завершить закупку по услугам, во-первых, обслуживанию, во-вторых, по ремонтам лифтов. То, что понятно, что новое управление не допустит такой ситуации, какая была в прошлом году, когда лифты останавливаются, и если в дальнейшем будет ситуация, что нельзя будет на конкурсной основе выбрать предприятие, которое предлагает услуги по обслуживанию и ремонту лифтов, то РНП на данный момент рассматривает возможность создать такую структуру. Потому что, номер один, мы должны обслуживать клиентов. Если на рынке услуг по ремонту лифтов есть проблемы, которые, скажем так, влияют на наши услуги, то, в принципе, мы должны решить эту проблему своими силами. Так что в данный момент рассматривается как крайняя мера и как, скажем так, то, что в данный момент мы вроде не хотим создавать такую структуру, потому что есть рынок, который прилагает вроде эти услуги, но, к сожалению, закупка завершается без конкретных результатов. В прошлом году были закупки, где либо не пришел ни один претендент на некоторые тендеры по лифтам, были случаи, когда пришло одно предприятие и после завершения конкурса выдвинуло новые требования, что невозможно их, так сказать, реализовать и так далее. Так что, к сожалению, реальная практика по закупке этих услуг показывает, что есть какие-то проблемы с получением услуги. Да, рынок специфический, да, рынок не очень большой по лифтам, но по-любому не будет допущена ситуация, что наши клиенты остаются без услуги, потому что в каких-то конкурсах нельзя найти предприятие, которое представляет услугу. Такого не произойдет. Да, наверное, это логично, с учетом того, что мы понимаем, что не только дома, но достаточно старые, но и лифты зачастую, наверное, не соответствуют уже тем требованиям, которые, к примеру, Европейский Союз предъявляет к этим лифтам. Нет, тут даже вопрос очень простой. Есть правила к министрам, которые прописывают конкретные требования, которые должны соблюдаться. Это регулярные проверки, это обслуживание, это конкретные ремонтные работы при конкретных условиях. И как только наступает либо срок, либо что-то еще, лифт должен быть закрыт. И то, что в прошлом году 33 лифта встало летом, это было абсурдно. И решения не было, потому что сколько раз объявлялись конкурсы, в конце концов, не было найдено предприятие, изначально которое это сделает. И только повторные конкурсы привели к результату. Но все это время лифты стояли. Это ненормально. Абсолютно. Да, вот возвращаясь к теме долгов, она, конечно, такая болезненная тема. Действительно удалось, как вы заметили, на 1 миллион, это очень много на самом деле, сократить вот этот объем долгов. Это провести... На данный момент, но это мы смотрим, что это будет плюс-минус сумма на начало сезона. Да, понятно, да. Вот все-таки, как сейчас, несколько подробнее, вы чуть-чуть обозначили, сейчас идет работа с этими должниками. Я так понимаю, что это ведь неоднородная масса. У каждого должника своя история, скажем, почему он не платит. Но не начиная от злостных неплательщиков и заканчивая, может быть, теми людьми, я допускаю, что есть такие, которые действительно подходят под статус, ну, к примеру, малоимущего и могут обращаться в самоуправление и получать какую-то компенсацию, да, за коммунальные платежи. Этого не знает и не делает. Ну, к примеру, да? Нет, ну, если мы говорим насчет информации по социальной помощи, то информация, которую мы уже высылаем и связываемся с клиентами, эту информацию мы включаем. Ага. Потому что человек должен осознать и трезво рассматривать свои возможности, потому что один счет не оплатить это на ситуации, как только вам не оплачены два-три счета, обычно это уже очень трудно погасить. Потому что накапливается сумма, конечно, да. Очень накапливается и как только эта сумма переваливает какую-то критическую массу для конкретного человека, ее очень трудно оплатить. Поэтому мы включаем эту информацию в наших, в нашей коммуникации с клиентами, что они должны рассмотреть и все-таки обращаться за социальные помощи, потому что в конце концов, если эти долги не покажены, в конце концов есть, мы не можем исключить, потому что это нормативная база предусматривает, что человек может потерять в конце концов свою имущество. Жилье, да. Конечно, того не стоит. Конечно. Но, судя по всему, все-таки растет понимание того, что надо как-то с этим разбираться, какие-то, может быть, составлять графики погашения задолженностей. Графики погашения долгов сейчас идет, они заключаются только наториально. К сожалению, прежняя практика, которая была, когда очень часто предлагалась эта возможность просто заключить договор, та часть, которая была готова это сделать, они это сделали, они, скажем, вышли из этого круга долгов, но, к сожалению, очень многие клиенты стали пользоваться этим, так сказать, способным кругом, чтобы раз в году опять заключить договор и быть, так сказать, в сером списке, чтобы не в черном, не в белом, но в сером. Так что те, которые клиенты были готовы эту проблему решить, они воспользовались этими предложениями, которые были раньше, и погасили свои долги, но те, которые все-таки более, так сказать, с точки зрения приходили и пользовались просто возможностью, чтобы продолжать не платить, составляли новые графики и так далее, на данный момент эта возможность есть с натуральным... с натуральным... И тогда это уже юридически обязывающий документ по существу. Да. Вот еще говоря вообще о домах, о управлении домами, ну вот, когда говоришь там со знакомыми, с жильцами, во многих домах, это, наверное, правильно, есть вот старшие по дому, которые берут на себя определенную как бы такую обязанность, ну и обязанности или сами добровольно коммуникации с РНП, если мы сейчас говорим об РНП, и, наверное, это правильно, поскольку они знают нужды дома, знают пожелания жильцов, там, не знаю, ремонт крыши, там, не знаю, подъезда, лестницы, лестничной площадки, но есть и дома, я тоже знаю таких много жильцов, говорят, что ну у нас нет старших по дому и у нас постоянно возникают вообще какие-то споры, вот на что потратить, там, нужно нам вот этот ремонт делать или не нужно, потом эти ведь счета раскидываются с мета на всех жильцов и так далее, вот как происходит вот в этой ситуации коммуникация, вообще жильцами, что дому нужно, если мы не говорим об экстренных каких-то аварийных работах? Ну, скажем так, мы можем сравнить старший по дому как общественный транспорт, он имеет общественную полосу, он всегда все, скажем, больше людей быстрее добирается до конечной цели, и, конечно, это плюс всегда, если имеется старший по дому или полномочная пересона, как она называется, то это всегда плюс, потому что, во-первых, дом может уже решить, что старший по дому имеет право решать вопросы до какой-то суммы и лично, негде ремонтной работы, он может принимать решения там на тысячи, на две, на пять, что не надо собирать собрания по дому и отдельные голосования. Это один пункт, второй пункт, очень часто старшие по дому, они имеют также полномочия принимать решения под подключение к отоплению, потому что обычно первые дома подключаются к отоплению уже в первой части и в середине сентября. И это те дома, где есть старшие по дому и имеется голосование по тому, что старшие по дому имеют право называть эту дату отдельно от остальных домов. Конечно, старшие по дому это очень большой плюс, но это отчасти есть обязательства. Есть дома, где старшие по дому также получают и какое-то вознаграждение, но это тоже решением самого дома. Такое решение может принимать только другие собственники квартиры. Но, что немаловажно, конечно, в тех домах, где нету старшего по дому, где есть очень разные, скажем так, нету единые политики, то очень часто может поступить от одного дома требование «пожалуйста, приведите в порядок подвал», а другого клиента «пожалуйста, забудьте подвал, подвал не важно, мне надо туристический порядок крышу». В одном случае будет заявление от первого этажа, в втором – от последнего. Но и с этими домами работают цельно направленно, как я уже говорил, каждый год дом обследуется, каждый год составляется смета предложения по работам. И это имеет возможность ознакомиться каждый наш клиент. Это происходит в октябре, мы слила информацию, где и как можно ознакомиться с планом работ на следующие периоды. И там, во-первых, описаны все работы, которые мы планируем произвести, те работы, на которых накопление либо уже есть, либо будет накоплено в течение года или двух, а также включаются те работы, на которых накопления на данный момент нет, но их для дома надо произвести, и собственные квартиры могут в собрании принять решение изменить этот список работ. Ясно. Вот еще такой вопрос, ну, фактически, то, с чего мы начали, что сейчас будет актуально, вполне возможно, что уже придется в сентябре, ну, может быть, не знаю, там, ближе к 15-му числу уже думать о начале отопительного сезона. Вот как это будет происходить, я так понимаю, что готовитесь вы и предприятие, которое по договору обязаны подготовить вот все к отоплению тоже готовится? Да, наш призыв наших клиентов сделать все работы по замене радиаторов до 1 сентября, он именно связан с подготовкой к отопительному сезону, потому что в сентябре мы уже работаем, проверяем все системы отопительные системы дома, что лето производились работы, если они были нужны, с сентября идет подготовительная работа, что в любой момент, как только либо дом решит, что надо подключаться, либо погодные условия будут такие, что надо подключаться, что в любой момент мы были готовы подать тепло до квартиры. И поэтому, скажем так, эта работа начинается уже с сентября. Если раньше начали чуть позже, то, во-первых, мы смотрим, что каждый год все-таки люди более оценивают комфорт. Если раньше они были готовы день-два, скажем так, смириться с более низкой температурой в квартире, то в наши дни все-таки люди более требованы к комфорту и требовательные. Поэтому подключение обычно уже происходит в более раннем периоде. Потому что второй пункт немаловажный, все дома в принципе их теплоузлы обустроены автоматикой. Если на улице температура выше 12 градусов, то тепло в квартире не поступает. Но если температура падает ниже, то подключается отопление. Поэтому, скажем так, часть домов уже решает в более раннем периоде подключиться, чтобы было комфортно. Это очень хаус замечание. Действительно, система регулирования очень удобная, поскольку все зависит от температуры. Действительно, если на улице тепло, то нет смысла топить, чтобы открывать окна и топить улицу. Да. Но иногда бывает, конечно, недопонимание, потому что и весной, и осенью очень часто солнечная сторона дома очень нагревается. И внутри именно нагревается. Если снаружи все-таки температура, она может быть порядка 12 градусов, то по ощущениям с той стороны, где есть солнце, ощущение есть, что намного теплее. Но это такие отдельные случаи. Обычно все-таки система работает, во-первых, быстро и исправно, и во-вторых, она, скажем так, все-таки обеспечивает комфорт в этом изменчивом периоде в изменчивом периоде осенью. Тем более, насколько я понимаю, насколько я слышал, что и компания, которая в соответствии с договором обслуживает теплосети, силтун сервис Рига, я так понимаю, что установлены на многих домах и вот эти системы удаленного считывания данных, что тоже, наверное, позволяет как-то более точно понять расход тепла и воды. Это в данный момент все-таки мы не можем пользоваться в полном объеме. Это связано уже с дальнейшей работой по поставщику услуги. Но, в принципе, да, оно, конечно, помогает оценивать ситуацию и оценивать работы тепловых злоб. Да, вот еще такой вопрос. Многие, наверное, слышали, когда дом принимает решение, не знаю, уйти от РНП к другой обслуживающей компании. Но есть и обратный процесс, я не ошибаюсь, когда все-таки жильцы решают прийти в РНП что для этого нужно вообще? Для этого нужно просто обратиться в РНП, потому что дома, они не привязаны к конкретно управляющей компании. И если какое-то время было ситуация, что вроде дома уходили, то, наверное, на данный момент есть такая тенденция, что очень многие дома запрашивают все-таки предложения от нас. Это, наверное, связано с тем, что, во-первых, когда люди сравнивают услуги между РНП и другими компаниями, они не всегда понимают, что они сравнивают. По примеру, можно сказать, что, по сути, они сравнивают пачку масла, в котором 200 граммов, и с пачкой масла, в которой 170 граммов. Они визуально одинаковые, но внутри все-таки содержание отличается. Это одно, потому что надо сравнивать полную корзину услуг, которые включены. В РНП, как предприятие соотношение, у нас эта корзина, она соответствует нормативному регулированию. Это одно. Второе, конечно, любой момент, когда мы работаем с теми домами, где есть общество, и таких домов у нас есть, которые уже по договору индивидуальному с домом, там уже заключается индивидуальный договор с домом, там есть либо правление, либо несколько человек, которые занимаются стороны дома, либо один человек, но там уже в договоре очень многие вещи оговариваются отдельно и решаются быстро и эффективно, потому что в этих домах, если решение принимается уже отдельно по конкретному дому от конкретного дома, то там очень часто и не нужны, во-первых, закупки и так далее. Потому что там уже решение принимается домом и реализуется управляющей компанией. Так что в данный момент да, есть такая тенденция, что дома запрашивают, возвращаются в реликсном парламенте. Да, может быть, это большая компания, мы стабильная компания, да, мы иногда бываем более медлительны именно из-за закупок. Но эти вопросы решаются. Там целая процедура, да. Эти вопросы решаются, и, как я уже говорил, в тех случаях, когда дом имеет собственную бедрию, когда дом имеет правление либо другую собственную самоорганизацию, все вопросы решаются намного быстрее именно по нормативному регулирую. Это возможно, и это происходит. Может быть, такой последний вопрос, но он фактически выстекает из того, на что вы уже начали отвечать. Все-таки, так можно сказать, какая стратегическая цель РНП? Я почему спросил, поскольку, когда мы говорим о каких-то частных управляющих компаниях, но это же ведь бизнес, да, это фирма, понятно, которая должна работать с прибылью. Ставится ли задача перед РНП работать с прибылью, или у вас все-таки больше, как у муниципального предприятия, первичная какая-то социальная функция в том числе, или вы должны давать прибыль, если так можно сказать? Ну, прибыль по-любому она должна быть, но вопрос здесь об объеме прибыли. И, по сути, смотрим РНП, то прибыль, она, она не большая, она не составляет изумительные цифры, и все-таки отчасти наш собственник, каким является человеческое самоуправление, все-таки нас рассматривает также с точки зрения и функции отчасти и социальной. Ну что ж, это, наверное, важное замечание в конце нашей беседы. Криш Лешков, у нас был на прямой связи представитель Ригасного Павла Никса. Большое спасибо. Спасибо вам.